В первую очередь нужно, если у вас появилась температура и насморк, вызвать все-таки участкового терапевта или участкового педиатра. Потому что не весь насморк, не все повышение температуры является коронавирусной инфекцией. Все зависит от того еще и от возраста. Дети, подростки и молодые люди страдают в легких формах и в большинстве случаев переносят данную инфекцию, скажем, дома и на ногах. А обращать внимание стоит все-таки на пациентов возрастных с высокой температурой, головными болями, потерей, обоняние и плюс самое главное, появление отдышки. Коронавирус страшен своей пневмонией, которая может развиваться очень быстро, с быстрым утяжелением состояния пациента. Не все пневмонии подлежат госпитализации. И переболеть респираторно, коронавирусом, возможно, и в амбулаторных условиях. И большинство так и переболеют. Лечить нужно только пневмонии, средне-тяжелой и тяжелой. Все остальные формы могут находиться на амбулаторном лечении. Ношение масок и обработка рук. Вы можете никогда и не заболеть. Во многих семьях все члены семьи не болеют. Болеет, как правило, старшая возрастная группа, а дети, подростки, лица до 50 лет могут вообще, даже проконтактировав, не получить дальнего заболевания. Но являться переносчиком данного вируса, то есть бессимптомным носителем, может быть. Самоизоляция на 14 дней. Ограничение физических нагрузок, как при обычной ОРВИ. Обильное питье, хорошее питание, свежий воздух. Но только так, свежий воздух, с учетом соблюдения правил самоизоляции. Если появилась отдышка, есть чувство, что человек задыхается, то есть еще и высокая температура, то тогда надо вызывать, конечно, скорую. Потому что здесь само лечение не пройдет. Если имеет место данная клиника дыхатель недостаточно, значит имеет место пневмония. С пневмонией надо уже консультироваться в стационаре и подбирать лечение. Продолжение следует...